Червоны Бираху выходят у лих славутостей, объединенных у трустышный маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». Удельники Простура, представники российских и союзных сродков массовой информации, спочатку наведывают мемориальный комплекс «Детям Ахвярам Войны». Он был открыт в 2007 году и за этот час принял больше, как миллион человек. Почас войны на этом месте размещался детячий канцлайер. Фашисты селком отбирали детей у батьков и проводили у них сбор крови для пораненных немецких офицеров. Открываем мемориал скульптура девчонки, якая небы просить до помоги у неба и увасабляя боль амаль двух тысяч загубленных тут детячих жител. Центром композиции мемориального комплексу з'является площадь солнца, от якой у розной баки разыходится аллея, быцем примени. Один з їх чорного колеру проходить праспустый класс с белыми партами, за які уже никто и николе не сядзе. Побыч на чорной дождь размещается лист 15-годовой Кати Сусаниной своему батьку. Текст написанный детем с фашистской каторги, краная до главини души. На дворотном боку дожки карта с указанием места, где у Беларуси знаходилися інший аналогичный лагерь смерти. Побыч – витражи с малюнками и белый парусник с детячими именами. Небы их чырая мара мирных життя. Я была в Минске в музее истории Великой Отечественной войны. Там невозможно ходить без слез. Я вышла, у меня глаза были мокрые. И вот сейчас тоже я очень взволнована, потому что только-только прошла экскурсия. И вот я говорю через слезы, потому что действительно у меня тоже слезы на глазах после этого памятника. Другим пунктом маршруту стало наведование одного из самых прыгожих. И в той же час маловядомых палацово-парковых комплексов Беларуси, сядзибного дому, козел Паклевских. И он уникальный по своей архитектуре – мансардные дахи, островугольные вежи, прыгожие витражи. Усё это натае историко-культурному объекту особливую выразность. Реконструкция роскошной сядзибы, побудованной в 1893 году знакомитым пятиарбургским архитектором Виктором Шротером, завершилась только летость. И сегодня ее двери широко открыты для знатоково-мастатства. У вази гостей – шиковные залы, холы и покои сядзибы. У стыля Рококо – барокко романским. Дарыч, ни одно помешкание не повторяется по своим дизайнерским оформлении. Род козел Паклевских был вельми багатым, и в их сядзибе размещались роскошные предметы мэбли и интерьеру, выкананные вручную вядомыми майстрами. Гэты семейные каштовности безумовно выкликали б великую цекалость у сучасного глядача, але, на жаль, яны были страшаны. А тому зараз усе затекавленные у одновлений гэтага уникального объекта занимаются пытанием наполнения сядзибы экспонатами, яке адлюстровують эпоху минулого часу. Хочу поблагодарить тех неравнодушных людей, любящих историю, любящих нашу белорусскую землю, которые нам очень и очень помогают, потому что к нам в усадебный дом приносят очень много цветов, приносят раритетные предметы. Пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем, кто имеет возможность помочь нашему усадебному дому. Может быть, какими-то раритетными предметами, может быть, комнатными цветами, может быть, финансово, за любую помощь мы будем очень и очень благодарны. Пресс-тур представников российских и союзных сродков массовой информации протягивается. Завтра у дельники наведают Республиканский навыково-практичный центр радиоцинной медицины и экологии человека. Там отбудется маниковая пресс-конференция Державного секретара Союзной Державы Рыгора Рапоты. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель» с Жлобинского района.